Образование удобное для горожан. Каким оно должно быть и как его грамотно выстроить? Об этом говорили сегодня педагоги города. В Белгороде прошла традиционная августовская педконференция. Здесь же обсудили стратегию развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы. Что изменится в учебном процессе с 1 сентября, узнала Маргарита Платонова. Конференцию в этот раз начали не с доклада, а с выставки. Здесь свои методики и творческие разработки представили педагоги как общего, так и дополнительного образования. Экология, прикладное творчество и даже робототехника. Учителя стараются заинтересовать детей внеурочными занятиями. Идею оценил мэр Белгорода Сергей Баженов. Особое внимание он обратил на возрождение в школах народных ремесел. Я хочу вам подарить вот эту игрушечку. Символ староскольской игрушечки. Казаки, поставьте на окошечко, будет оберегать ваш дом. От злых сил. Вот всегда в традиции, обязательно. Вместе с педагогами своей работы здесь представили и дети, победители различных научных конкурсов. В том числе и юные исследователи. Богдан Золотарёв в их числе. Он ходит в 36-й детский сад, но уже решает не детские задачи. Мальчик, как будущий водитель, хотел узнать, нужен ли знак ограничения скорости. Знак ограничения скорости очень полезен и абсолютно необходим. Так, как заставляет водителей снижать скорость на определенных участках дороги. Первую часть конференции посвятили результатам прошлого учебного года. Здесь главный повод для гордости – успехи детей. 172 ученика получили золотые и серебряные медали. Впервые 40 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ. 134 белгородских школьника победили в различных этапах Всероссийских Олимпиад. 100 одаренных детей стали стипендиатами мэра и 26 учеников получили премию президента. Сегодня лучших чествовали на сцене. С этого года начинается реализация стратегии развития системы образования Белгородской области, рассчитанной до 2020 года, которая призвана поднять всю систему на качественно иной уровень. Перспективы развития в своем докладе представил начальник управления образования города Андрей Мухартов. Муниципальная система образования нацелена на воспитание грамотных, творческих молодых людей, умеющих приобретать знания, обладающих широким кругозором, желанием изучать и преобразовать мир. Мы воспринимаем эти слова как основной вектор развития образования. Дошкольное образование должно стать начальным уровнем общего. С первых лет ребенок должен познавать этот мир как юный исследователь. Он должен быть заинтересован в обучении. Что касается средней школы, то по федеральным государственным стандартам учитель призван стать наставником, который помогает детям находить нужную информацию и анализировать ее, а не зубрить параграфы на зубок. Площадками по внедрению стандартов стали 9, 10, 32 лицей и 22 гимназия. В старшем звене приоритетным остается профильное обучение, которое уже действует в 76 классах. При этом стоит обратить внимание на работу по индивидуальным учебным планам, подчеркнув в своем выступлении начальник городского управления образования. Все чаще они нуждаются в корректировке. В ближайшее время будет востребовано негуманитарное образование. Страна уже взяла курс на развитие критических, инженерных технологий, повышение значимости естественно-научного, математического, технического образования. Это значит, что наши школы должны чутко реагировать на происходящее в обществе изменения. И в учебных планах заведения должны быть шире представлены негуманитарные учебные курсы. Как отметил мэр Белгорода Сергей Баженов, чтобы воспитать многогранную личность, следует объединить общее и дополнительное образование. Важным условием для решения задач адаптации детей к жизни в обществе, формирования общей культуры, развития творческих способностей, является тесное взаимодействие общего и дополнительного образования. Создание такой образовательной среды, которая будет формировать интерес детей к проведению серьезных исследовательских работ, техническому моделированию, изобретательству, разработке и апробации социально ориентированных проектов. При этом, несмотря на новые задачи, которые стоят перед педагогами и руководителями, нерешенными остались важные проблемы. Одна из них – нехватка мест в детских садах. Несмотря на то, что сегодня в Белгороде работают 67 муниципальных дошкольных учреждений, 46 частных, также созданы еще 19 групп предшкольной подготовки почти на 500 мест, 2000 детей так и не смогли в этом году попасть в детский сад. Эти дети не могут и не должны оставаться без образовательно-воспитательного воздействия. Каждый детский сад и лично руководитель обязаны предложить родителям различные варианты, обеспечивающие доступность дошкольного образования. Это консультационные пункты, группы кратковременного пребывания, прогулочные, адаптационные группы. По инициативе главы администрации Белгорода образование должно стать ведущей сферой при построении города, удобного для жизни. Только грамотные люди смогут создать комфортные условия для жителей и сохранить их. А воспитать таких людей предстоит учителям, в том числе и молодым специалистам, которые только начинают свой профессиональный путь. В новом учебном году свои первые уроки в школах города проведут 64 педагога. Волнение, несомненно, есть, поскольку учитель начинающий. Но самое главное, я считаю, это любовь к детям, стремление и желание работать. Если это всё есть, то, несомненно, всё получится. Каких успехов добьются в этом году ученики, вместе со своими педагогами покажет время. Ждать осталось недолго. За парты школьники сядут уже через пять дней. В первый раз в первый класс пойдут 3600 детей. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.